Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на линейку премиальных наушников от компании Hyper. Там достаточно большой выбор моделей, среди которых вы наверняка найдете себе что-нибудь интересное на повседневную носку. Все эти модели объединяет то, что у них в основе чип Realtek, а он дает действительно качественный и мощный звук. Ну естественно, Bluetooth 5.0 здесь в наличии, а также есть голосовые уведомления. Они на русском языке и присутствуют как раз аналогично во всех моделях. Первые наушники, из которых мы начнем, это Kang. Стильная текстильная отделка кейса, сенсорное управление, зарядка по USB-C, а время работы от одного заряда 3 часа. С кейсом уже 8 часов, ну и пылевлагозащита IP54 в наличии, а также поддерживается кодек AEC. В комплекте, кроме самих наушников, находится USB-C кабель для зарядки, а также дополнительные амбушюры. Ну и естественно, краткая инструкция. Кроме отличного звука, здесь есть еще один серьезный плюс. Это визуальная заставляющая и тактильные ощущения. Конечно, все, что у нас обтянуто тканью, сразу выглядит дороже. Плюс глянцевый пластик сверху, отличная фурнитура и в принципе, даже когда мы их открываем, здесь у нас снова глянцевые наушники. И это складывается действительно в качественное устройство, которое, ты понимаешь, стоит своих денег. Ну а как только начинаешь прослуживать, сразу все аналогично встает на свои места. Ведь качество звука здесь является одним из основных и основополагающих моментов. Здесь достаточно сдержанный бас, но при этом он объемный. Именно эти наушники я бы в принципе не стал относить к какому-то определенному жанру музыки, а они фактически универсальны. В ушах сидят плотно, но в таком случае в моих, и как ни дадите головой, а выскочить они точно не смогут. Плюс создает достаточно плотный вакуумный эффект, за счет чего происходит именно вакуумное шумоподавление. Ну и конечно, сенсорное управление на внешней стороне наушника является тоже серьезным плюсом. Всегда можно ответить на звонок, поставить трек на паузу и так далее. Модель SCAT это отделка кейса из эко-кожи. Крышка выполнена из алюминия. Как говорится, дорого-богато. Ну и силиконовые накладки у самих наушников это отдельная история. Наушник 100% никуда не денется, не выпадет и сидит весьма удобно. Время автономной работы на одном заряде 3 часа, а с кейсом это 8 часов. Защита от влаги и пыли IP54. Ну и поддерживается кодок EAC. А также присутствуют механические кнопки. В комплекте у нас находятся дополнительные амбушюры, а также USB Type-C кабель. И инструкция. Внешний вид здесь не менее интересный, чем у первой модели. Алюминий у верхней крышки ощущается действительно качественно и дорого. Есть алюминиевая фасочка, такой срез тоже выглядит хорошо. Ну и конечно же эко-кожа, которая придает дополнительной премиальности этим наушникам. Ну а с тыловой части находится USB Type-C порт, для того, чтобы вы могли свои наушники заряжать. Крышка сидит плотно, просто так вы ее не откроете, держит ее магнитики. Ну а внутри находятся сами наушники. Достали, одели, сидят плотно, никуда не выпадают, как головой не тряси. Благо есть вот те самые ушки, которые вы и усаживаете себе в ушную раковину. И в целом эти наушники мне нравятся по эргономике. Ну а по звуку здесь никаких претензий, они схожи с первой моделью по качеству звучания. Вы наверняка уже поняли, что данная модель еще и отлично подойдет для занятия спортом. Как в зале, так и на улице. Наушники Nofo это самые компактные наушники из всех представленных в этом видео. Но они еще и удобные. Зарядка у нас по microUSB. Сами внутри наушники, которые находятся, тоже компактные. Отлично подойдут всем, у кого небольшие уши. И они удобно сидят в ухе, почти не ощущаются. Вес тоже минимальный. Однако, время автономной работы здесь 3 часа, а с кейсом 8 часов. В комплекте, кроме самих наушников, находится инструкция, краткая, а также microUSB кабель и дополнительные амбушюры. Кейс выполнен из глянцевого пластика, черного цвета в нашем случае. И весьма себе неплохо зарекомендовал, так как за пару недель носки, в принципе, ему ничего не сделалось. Ну а сами наушники сидят внутри очень плотно, вылететь не смогут при всем желании, доставать их очень удобно. Конечно же, каждый из наушников имеет микрофон для того, чтобы могли общаться через гарнитуру. И сами по себе наушники реально очень компактные. Восстановив их в ухо, ты фактически ничего не ощущаешь. Ну и понятное дело, что выскочить они как ни тряси головой не смогут при всем желании. С точки зрения именно удобства и именно ощущений, эти наушники мне понравились наибольшим образом. Кейс наушников Boro полностью алюминиевый. Индикатор зарядки кейса в процентах. Это прям полноценный дисплей. Есть сенсорное управление. Зарядка по USB-C. Время работы от одного заряда 4 часа, а с кейсом аж 26 часов. Защита от пыли и влаги IPX6. Что касается комплектации, то здесь есть дополнительный мешочек для переноски. Очень хорошо выглядит, приятно ощущается. Отличный бонус для подобного типа наушников. Инструкция и уже привычный нам USB-C кабель и амбушюры дополнительные для наушников. Кейс. Действительно качественный. Фурнитура отличная. Ничего не болтается. Хорошо закрывается. Магниты держат крепко. Ну и внутри уже размещены сами наушники. Они имеют удлиненную нижнюю ножку. И весьма удобно усаживаются в ухо. Так как слегка искривлены по соотношению к ушной раковине. Таким образом посадка плотная. И мы можем не бояться, что они выпадут. Плюс еще и микрофон чуть ближе находится к арту. За счет чего именно качество разговоров по гарнитуре здесь лучше, чем у других моделей. Субъективно, но мне показалось, что это именно так. Ну и по звуку это, пожалуй, одни из самых интересных наушников. Если до этого все модели звучали примерно одинаково хорошо, то эти звучат просто отлично. И чувствуется, что здесь уровень именно звука был подвергнут дополнительным апгрейду. По итогу могу сказать, что вся линейка от компании Hyper получилась действительно интересной. Здесь у нас качественные решения, разные варианты стилевого оформления. Ну и по звуку они плюс-минус все-таки отличаются. А это важно. При этом каждая звучит действительно из моделей качественно. Где-то мы получаем больше времени автономной работы, ну а где-то чуть более интересное звучание. В любом случае выбирайте то, что нравится вам. Каждая из моделей однозначно достойна того, чтобы вы ее приобрели. Мне дико нравится то, что здесь русскоязычное меню, а это значит, что все уведомления звучат на русском. А сейчас это не так, чтобы очень часто встречается среди беспроводных наушников. Тем более среди True Wireless решений. Актуальные ссылки ищите в описании к этому видео, а также в перегребленном комментарии. Не забывайте поставить большой палец вверх, подписаться на канал внизу, есть красная кнопочка, нажать на колокольчик два раза, таким образом не пропустите выход новых видео. Ну и несколько доп. роликов тут. Они все интересны, я прям вам гарантирую. И мы с вами увидимся уже через несколько секунд, если нажмете на один из них. Спасибо. Спасибо.